КОНЕЦ 23 августа. Над Харьковом залива пожаров. Ещё ночью, отступая, немцы подожгли город. Поджигатели уничтожили лучшие здания Харькова. Таким увидели Харьков наши передовые части, взявшие штурмом город. КОНЕЦ Следы разрушения видны на каждой улице. КОНЕЦ Наши сапёры обнаружили в зданиях Украинского физико-технического института заряды ТОЛА. Немцы готовили взрыв высоковольтного корпуса, в котором помещались известные мировой науке лаборатории по расщеплению атомного ядра. Войска Степного фронта вступили в город. Всюду, на каждой улице население встречало воинов Красной Армии. День освобождения Харькова – радостный праздник всего советского народа. КОНЕЦ Генерал армии Конев, командующий войсками Степного фронта. Начал свою работу Харьковский совет депутатов-трудящихся. Получены первые советские газеты. Слово «Правды» на родном языке. В только что вышедшем номере газеты «Радянская Украина» опубликован приказ верховного главнокомандующего о победе под Харьковом. Долой все, что напоминает о черных днях немецко-фашистской оккупации. Долой все, что напоминает о черных днях немецко-фашистской оккупации. Вторая столица Украины. Наш родной Харьков освобожден. Маршал Советского Союза Жуков. Генерал армии Конев, руководитель украинских большевиков Никита Сергеевич Хрущев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Врага мы разбили. «Но еще не добили», — сказал Никита Сергеевич Хрущев. «Надо добиться, чтобы первая столица Украины, наш славный Киев, был освобожден. Теснее сплотим свои ряды под знаменем, которое принесло нам победу. Вперед на запад, вперед за Украину!» Сообразцовое выполнение заданий командования в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагой и мужества, Верховный Совет Союза СССР наградил офицеров французской авиационной части Нормандия орденами Отечественной войны. Генерал-майор авиации товарищ Литвиненко вручает награды. Орден Отечественной войны второй степени лейтенанту Альберу Дюран. Орден Отечественной войны второй степени инженеру, младшему лейтенанту Льюи Дюпра. Орден Отечественной войны второй степени лейтенанту Марселю Лофевр. У микрофона кинохроники лейтенант Марсель Лофевр. В небе Советского Союза я сражаюсь за освобождение Франции. Смерть немецким оккупантам! Уже 37 немецких самолетов сбили на советско-германском фронте летчики французской авиационной части Нормандия. Мы в колхозе имени Карла Маркса Пахта Райского района. Каждое утро почта приносит сюда письма со всех концов страны на имя председателя колхоза Калбебер Дебекова. Славный советский патриот Калбебер Дебеков подписался на второй государственный заем на сумму 1 миллион 36 тысяч рублей. Бережение всей семьи и полученные облигации сдал Фонд обороны страны. Стратная пора в колхозе. Идет уборка богатого урожая зерновых. Председатель колхоза успевает побывать за день во всех бригадах. Одним из первых в области колхоз имени Карла Маркса отправляет караваны с зерном нового урожая в государство. На старте мотокросса Московского военного округа. Перед командами задача доставить донесение в кратчайший срок. Впереди 33 километра пути, водные преграды, подъемы, труднопроходимые дороги. КИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Старший лейтенант, товарищ Подырня. Его команда заняла первое место. Команда старшины товарища Михайлова заняла второе место.